Игорь Савельев сидит без работы больше месяца. По словам мужчины, уволили его без объяснения причин, как говорится, одним днём. Мы рассказывали об этой ситуации в сентябре, сразу после выборов. Тогда мужчина был уверен, начальник лишил его места только из-за того, что он неправильно проголосовал на сентябрьских выборов. Руководитель компании Михаил Бендюрин баллотировался в горсовет Суздаля. Игорь Савельев пожаловался в трудовую инспекцию, но и там помочь не смогли. Прошло время, около месяца, после чего я получил письмо от трудовой, где мне разнесли, что он Бендюрин уклоняется от проверки, что на него возбуждено дело об административной ответственности. И мне предлагают просто обратиться в суд, написать заявление. Сам мужчина признаётся, на предприятии работал плотником, неофициально. Но теперь Игорь хочет, чтобы его трудовые права восстановили. Никаких документов о том, что он был трудоустроен, на руках нет. Но то, что на смену он ходил, могут подтвердить коллеги, которые сами, как говорится, работают на птичьих правах. Пацан нормально работал, нормально. Претензий не было? С моей стороны, по крайней мере, нет, как к работнику. Я же тоже тут... Ну, помимо. Постольку, постольку. А вы официально работаете, нет? Не, тут, наверное, официально. То, что Игорь работал на предприятии, подтверждают и табели в руках его бригадира. Константин Дмитриев рассказывает, плотник работал у него в бригаде. Но сейчас бригадир и сам без работы. В штат компании его так и не взяли. К нему были обращения со стороны, как бы, ну, ребят, кто со мной работал в моей бригаде. То есть, как и ко мне, и к нему. То есть, я к нему подходил, обращался насчет официального трудоустройства. Он, на что нам ответил, что это ему невыгодно. То есть, ну, видимо, то есть, невыгодно тем, что он этим избегал, уходя от налогов. Не настроен Михаил Бендюрин общаться не только с подчиненными инспекторами труда, но и с журналистами. При прошлой встрече съемочную группу он просто выставил за дверь. Михаил, здравствуйте. Ты видишь, что я канал. Ты беседуешь? Нет, нет, мы не можем разговаривать. Выйдите за дверь. Не выйдите к нам? Нет, нет, выйдите за дверь. Обманутые люди намерены обращаться в суд для разрешения вопросов по закону. В инспекции труда нам сказали, что оштрафовать Бендюрина за отклонение от проверки смогут только служители Фемиды. По результатам проверки, если доводы заявителя подтвердились, то, что его трудовые действительно права были нарушены, соответственно, принимается решение о восстановлении трудовых прав, нарушенных непосредственно. И, соответственно, работодатель уже привлекается к административной ответственности за введенные нарушения. Если ваши трудовые права были нарушены, стоит обратиться с заявлением в трудовую инспекцию. Тогда на предприятии пройдут проверку. Пока никаких заявлений от подчиненных судальского депутата, кроме Игоря Савельева, в трудовую инспекцию не поступало. Сейчас мужчина готовит документы для суда, чтобы на законном основании его восстановили в должности и выплатили деньги за вынужденный прогул. А также сделали отчисление в пенсионный фонд за время, пока он работал на предприятии Михаила Бендерина. Константин Миронов, Егор Хребко и Дмитрий Журавлев. Шестой канал.